Здравствуйте! Вы смотрите новости на своем студии Екатерина Сегида. Итак, Ставрополь сегодня выбирает губернатора. В 8 часов утра открылись избирательные участки по всему краю. Их, кстати, 1283 в каждом уголке региона. Работать они будут до 8 вечера. Следят за процедурой выборов на местах 36 территориальных избирательных комиссий. Они держат руку на пульсе и ведут подсчет числу проголосовавших, а также следят за тем, чтобы не было нарушений. Принять сегодня Краевой избирком планирует почти 1,9 млн избирателей. На 10 часов утра средняя явка избирателей на участке в крае составила почти 9%. Это почти в два раза больше, чем в то же время, 5 лет назад. Тогда в среднем по региону проголосовали почти 15% избирателей. Самая высокая явка зафиксирована в Новоалександровском городском округе. Больше 37%. Меньше всего избирателей пока пришли в город Лермонтов. Порядка 12%. Ход голосования на Ставрополье освещает медиа-центр «Честные выборы». Туда идет информация со всего края, со всех точек, со всех избирательных участков. Вся информация отправляется в режиме реального времени и после ее озвучивают представители края-избиркома. Кроме того, помогают быть в курсе событий прямые включения из городов и районов края. Также выступают в медиа-центре «Честные выборы» выступают краевые федеральные эксперты. Уже некоторые из них выступили. Кира Рогожина с подробностями. Медиа-центр «Честные выборы» начал работу в 8 утра одновременно с открытием избирательных участков. В крае в режиме реального времени сюда стекается вся информация о ходе голосования в регионе. Так, например, на большом экране отображаются его промежуточные итоги по разным территориям края. Создан медиа-центр при содействии общественных палат страны и Ставропольского края. Для работы в медиа-центре аккредитованы десятки СМИ. Модератор утренней площадки, ведущий телеканала «Свое ТВ» Сергей Надеин. Ход выборов журналистам комментируют эксперты, организаторы избирательного процесса, сами кандидаты в губернаторы. Так Александр Кузьмин поделился своими впечатлениями о предвыборной кампании. Он отметил, что в крае были созданы все условия для политической конкуренции. Компания была очень корректная со стороны всех кандидатов в губернатор. Их было всего пять. Я не видел применения грязных пиар-технологий. Можно мне поверить на слово. Это, правда, не хорошее сравнение поверить на слово. Но я уже 20 лет в политике практически я видел многое. Когда вливали друг друга грязью, печатали несуществующие мифы, строгое семейное положение и так далее. Это была очень корректная и чистая компания. Она была очень демократичная. Прозрачность и легитимность предвыборной кампании отметил и либерал-демократ Геннадий Ефимов. Я участвовал в многих избирательных кампаниях в Ставропольском крае. Наверное, сейчас скажу, что впервые вот так вот открыто, доступно, свободно и честно проходили выборы. Возможности у всех кандидатов были равны. Билборды – не вопрос. Телевидение тоже мы очень много времени провели на дебатах. Ролики без проблем размещайте. Газеты. Все было открыто, все доступно. В общем, да, я доволен избирательной кампанией. Она прошла открыто и честно. И коммунист Виктор Соболев, он подчеркнул значимость дебатов в ходе предвыборной борьбы. Я участвовал практически во всех и теледебатах, и радиодебатах. Ну, иногда очень остро они проходили, иногда менее, менее остро. Ну, в принципе, каждый имел возможность довести до жителей Ставропольского края и программные какие-то свои, и по выборам, и все, что, в принципе, планировалось. А представитель партии КПСС Николай Кряжев в беседе с журналистами признался, что его телефон сейчас постоянно включен, и он на связи с избирательными участками. Пока вот я сейчас могу со всей стопроцентной уверенностью сказать, имеются наблюдатели, они и там подходили, значит, я поприветствовал их. Пока у нас идет все как положено. В числе гостей медиа-центра депутаты Госдумы страны Ольга Тимофеева высоко оценила организацию выборной кампании в регионе. Быть вот такие выборы, практичные, профессиональные и должны быть. Мы должны отдать голос за того, кто уже с завтрашнего дня, когда или там послезавтрашнего, когда избирком объявит конкретный результат, будет понимать, что за ним люди, и они ему забронзовить не дадут. Помимо того, что промежуточные итоги голосования отображаются на большом мультимедийном экране пресс-центра, данные появки озвучивает в студии председатель края избиркома Евгений Демьянов. Также он привел сравнительный анализ показателей с прошлыми губернаторскими выборами в регионе. На 10 часов средняя явка избирателей на территории Ставропольского края составила 9,01%. Уважаемые коллеги, для сравнения, на прошлых выборах 5 лет назад, в 2014 году, явка избирателей на 10 часов составляла 4,16%. Мы специально небольшой анализ приводим этих цифр. То есть в этот раз, в этот день у нас явка на 10 часов практически в два раза больше, нежели чем это было 5 лет назад. Большая работа проведена участковыми комиссиями, большая работа проведена территориальными избирательными комиссиями по информированию избирателей. Об обеспечении безопасности в день голосования журналистам рассказали представители силовых структур и экстренных служб. Участие спикеров в работе медиа-центра распланировано до самого позднего вечера. Самые интересные фрагменты бесед продолжит собирать Кира Рогожина, Ставропольское телевидение. Итак, мы продолжаем выпуск. Сегодня, кстати, у нас выбирают не только губернатора, но и народный голос Ставропольского края. Это очередной этап творческого проекта «У меня есть голос». На вокальном избирательном участке сейчас находится наш корреспондент Анна Кривецкая. У нее все подробности. Есть слово. Привет, Катюша. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители. Да, даже в день выборов Ставропольский край отличился. Сегодня в нашем регионе выбирают не только губернатора, но и народный голос Ставропольского края 2019 года. В общественных местах по всему региону, рядом с избирательными участками, но в основном расположены вот такие специальные урны с логотипом нашего проекта, вот такой птичкой. Абсолютно любой желающий может подойти, взять у девчоночек бюллетени и поставить галочку, голос, отдать свой голос за любимого финалиста. Всего 19 вокалистов, которые прошли в главный финал. И знаете, большое народное голосование – это очень важный этап в жизни каждого вокалиста. Во-первых, потому что он получает звание «Народный голос Ставропольского края». А во-вторых, ну согласитесь, отличный приз – 100 тысяч рублей. И даже в сегодняшний день наши уважаемые и любимые финалисты, так сказать, в деле. Ребят, привет, добрый день. Здравствуйте. Вот, финалисты – Вадим Степанян, Елена Соколова. Спасибо. Как я поняла, даже в такой день вы в деле поете, да? Ну, естественно, мы поем каждый позже и день, потому что мы любим свою работу. Но у тебя не выборов только на избирательных участках. Где уже были? Вот как прошел наш день? Мы были сначала на 56-м, на избирательных участках, в Дистинство скульптуры и спорта на Советском. На Советском, да. На Советском. Мы там пели, сейчас концерт. Сейчас вот у нас здесь концерт «Стафни Пегас». И потом в Северо-Западном районе еще один концерт. Три концерта, по 45 минут. Какие песни? Конечно же, патриотический флаг моего государства, широка страна моя родная, нужно в людях поддерживать вот такой вот дух любви к своей Родине. Вот скажите, ребят, а вот почетно, ну что, народный голос Ставропольского края 2019 года выбирают вот именно в день выборов для вас? Ну, естественно, чувствуешь себя очень значимым человеком. Да, чувствую, что ты чиновник. Выбирай чиновников и нас выбирай. Мне кажется, в таком-то костюмчике вообще нужно чувствовать себе чиновника. А вот такой вопрос. Вы за губернатора выбрали, отдали свой голос? Естественно, это наш долг, который мы с удовольствием исполнили. Вадим, а вы? Да, естественно, конечно. Без всяких секретов. Ну, а как же, давайте перейдем к народному голосованию. Скажите честно, голосовали? Сначала мы хотели воздержаться с Вадимом Степаняном, но потом решили, что мы обязаны проголосовать друг за друга. Я вот отдала голос свой за него. А я за нее. Логически, да. За нее. Ну, то есть, вот так, да? Фотографии есть. Нас сфотографируют, как мы вот так в урну за друг друга голосом. С галочками. Мне кажется, это очень-очень почетно. Что ожидаете от главного финала творческого проекта? 21 сентября уже скоро. Я очень счастлива, что, наконец-таки, мне предоставится возможность исполнить свою авторскую песню на большой сцене. Феерично, монументально. И отдать всю свою душу тем людям, которые там соберутся. Для меня такая гордость, так почетно. И, в общем, наверное, это какая-то своя маленькая мечта, которую я достигла. И, опять же, повторюсь, дело не в каких-то там призах, дело в участии. И самое главное – это участие. И уже для меня победа в том, что я прошла с помощью народного голосования. Спасибо еще раз тем, кто голосовал. Поэтому, скорее, уже 21 сентября, получить эти эмоции. Потому что мы вот на протяжении всего проекта... Я уточню. Народного голосования именно на отборочном концерте. А то у нас же сегодня большое народное голосование. Ну, естественно, естественно. Простите, пожалуйста, что я не уточнила этого. Вадим, прошел отборочный концерт. Прошла такая нетрадиционная творческая встреча в молодежном пространстве. Лофт-Лофт сегодня народное голосование. Какой этап самый-самый для вас? Для меня самый крутой этап был в Буденовске, когда я был на первой строчке по зрительскому голосованию. Это для меня, на самом деле, очень значимо. И я считаю, что я уже победитель. Мне уже этого достаточно. А что будет 21-го? Ну, я просто буду делать классный номер 21-го с шоу-балетом. Я уже решил, что я буду петь. Вот. Ну, так что же? Так преподнес все это. Я буду петь Арию Сальери из рок-оперы «Моцарт». Ну, мы с нетерпением будем ждать этого дня. Если вы не против, пообщаемся с вашей группой поддержки. Вам желаем хорошего выступления и хорошего дня. Крепитесь. Уважаемые наши телезрители, а вот и группа поддержки. По совместительству коллеги-вокалистов. Голосовали? Конечно, проголосовали. Да, обязательно. Мы желаем всех голосовать. А за губернатора? Конечно, первым делом. А вы голосовали? За кого почетнее голосовать? За народный голос Ставропольского края или за руководителя нашего региона? Ну, сложно. Сложно, сложно. Мне кажется, все важно, все значимо во всех этих сферах, аспектах. Это же разные все-таки сферы. И везде важно отдать свой голос за того человека, за которого вы считаете нужным и правильным. А что касается большого народного голосования, если не секрет, за кого вы проголосовали? У вас два финалиста за нашей спиной сейчас стоят. Нам везет, что у нас четное количество участников, и мы ровно поделились. Поделились. Поделились, да. Девочки за девочек, мальчики за мальчиков. Мы желаем телезрителей голосовать за наших друзей и за артистов, которые работают на площадках Ставрополя и дарят свое творчество вам. Так что не упустите возможность проголосуйте за понравившегося вам участника. Финалистам. Спасибо большое. Ну что же, а мы к этому призыву присоединяемся. У вас, уважаемые наши телезрители, у вас еще есть время прийти в общественное место на любой избирательный участок, где находятся специальные урны с логотипом нашего проекта и отдать свой голос за любимого финалиста. Ну что же, я передаю слово студию. Катюша. Спасибо, Анна. Ну что ж, к этому часу пока все новости. Не переключайтесь, следите за следующими выпусками. Мы продолжим информировать вас о главном событии сегодняшнего дня, о выборах. В студии была Екатерина Сегида. Всего доброго.